Братья и сестры, Христос родился! Слава Богу! Слава Богу! Поздравляю вас с Рождеством! Вспоминая свое детство, я помню тот момент, когда в нашем доме появился телефон. Тогда его еще проводили по проводам, рыли траншеи, прокладывали трубы, провода. И это было большое событие для меня. Я запоминал номера своих друзей, я вел записную книжку. Я помню, как к нам приходили соседи, чтобы позвонить. Я помню, как нам звонили с Америки, говорили, вы можете пойти там на край улицы, в такой-то дом, сказать, чтобы пришли к телефону, мы через 20 минут позвоним. Я в своих детских воображениях, сидя возле телефонного аппарата, который мы набирали еще так на барабане, воображал себе, вот было бы здорово, если бы через телефон можно было бы посмотреть, позвонить в Америку родственникам и увидеть их. Это были мои детские воображения. Но многие инженеры и технологи в то время уже разрабатывали все новые и новые технологии. Пришел кнопочный телефон, затем мобильный и потом смартфон с камерой. То, что было детским воображением, стало реальностью. Но мы не просто стали видеть друг друга на расстоянии, а мы помещаем в карман столько вещей, сколько раньше нужно было покупать отдельно и занимало много места в доме. Представьте, что сегодня вы в карман помещаете целую библиотеку. Раньше нужно было иметь много книг, но сегодня можно просто закачать книги в телефон и читать. Вы помещаете туда медиатеку. Если раньше у нас были диски, кассеты, это занимало множество места, мы тратили на это деньги. Сегодня вся музыка в телефоне. Можно не иметь телевизор, он имеется в телефоне. Компьютер, магнитофон, радио, телефон, калькулятор, календарь, часы, фотоальбом, фотоаппарат, видеокамера, множество игр. Компьютер, целый магазин, все можно купить с телефоном, кошелек, сегодня уже не нужно иметь кошелек, деньги, все можно иметь в телефоне, подойти и рассчитаться. Представляете, сколько всего мы помещаем в один маленький стеклянный аппарат. Ученые, технологи смогли это все вместить, и мы даже не знаем, что еще будет в будущем. Какое-то малое время тому назад мы бы этому не поверили. А сегодня это настолько обыденно для нас, что мы даже не задумываемся о том, какой творческий разум Бог дал человеку, чтобы творить, воплощать и создавать. Люди, жившие до Рождества Иисуса Христа, не могли знать и не могли предположить то, что мы сегодня с вами празднуем. Прочитаем из послания Тимофею, 1 Тимофею 3,16. И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Павел пишет о тайне благочестия, и здесь идет перечисление тайн, одной из которых есть тайна Боговоплощения. Подумаем о нашем Боге. Один из вопросов, который мы никогда не можем понять и дать на него ответ, но который часто задают нам дети, это вопрос, как появился Бог? Когда мы в нашем разуме возвращаемся назад, сотворение, до сотворения, как появились ангелы, возникает вопрос, ну как же появился сам Бог? Мы не можем этого понять, что Бог никогда не появлялся, Он всегда был. Он вне времени. Когда он открылся в горячем кусте Моисей, он сказал, я есмь сущий, Бог существующий всегда, Бог всемогущий. Представьте о том, что для Бога нет ничего невозможного. То, что Бог может больше, чем мы можем даже себе вообразить. Бог вездесущий, который обитает везде, Он может проникнуть в любое место, для Него нет места, где Он бы не мог проникнуть и где Его нет. Он существует везде. Бог всеведущий, который знает обо всем, обладает абсолютным знанием. Он знает, сколько песчинок на берегу океана, Он знает, сколько у нас волос, Он знает каждую нашу мысль. Бог безграничный, Бог не может быть ограничен кем-то или чем-то. Бог, которого небеса не могут вместить, для которого земля – это подножие ног, как написано в 2 Паралипоминон 2.6. И достанет ли у кого силы построить Ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают Его? Деяние 7.49. Братья и сестры, это тайна, которую люди не знали, которую Бог открыл нам и которую до конца мы не можем понять. Великий наш Бог помещает себя в маленькое тело. Почему это так таинственно и так значимо для нас? Евреи ждали Мессию. И Бог открывал в Ветхом Завете, что придет Избавитель, придет Мессия, родится от Девы. И евреи, в принципе, знали, что Бог в период их истории избирал людей, царей, пророков, их помазывали, это были избранные Богом. Они понимали, что это человек, избранный Богом. Но они не знали, что это будет сам Бог. Это будет сам Бог, который возьмет тело. Библия открывает нам то, что Бога никто не видел. Он не имеет форму, Он является Духом. Давайте прочитаем ряд текстов, которые об этом говорят. Первый из них это Иоанна 4.24. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Иоанна 1.18 Бога не видел никто никогда. Первое Иоанна 4.12 Бога никто никогда не видел. Первое Тимофею 1.17 Я буду перечислять тексты, вы, может, послушайте, вы не успеете открывать, потому что займет много времени. Первое Тимофею 1.17 Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу в честь и слава во веки веков. Невидимому, мы прочитали. Первое Тимофею 6.16 Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 45-46 стих. Это слова Иисуса Христа, которые Он говорит. У пророков написано, «И будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне». Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Иисус Христос говорит о том, что Бога никто не видел. Научающийся от Бога – это научающийся от Иисуса Христа. Только Иисус Христос видел Отца. Евреям 11.27, о Моисее написано, «Верою оставил Он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо Он, как бы видя невидимого, был тверд». Мы прочитали ряд текстов, которые открывают нам Бога и показывают, что Его никто никогда не видел. Он есть Дух, Он обитает в неприступном свете. Когда в Ветхом Завете описаны места, где как бы показано, что Бог открывает Себя или Илии, или Моисею, мы видим только следствие Божьего явления. Бог показывает Себя через что-то. Мы прочитали в 1 Тимофею 3.16 «Бог явился во плоти». Бог стал человеком в личности Иисуса Христа. Бог явился не означает начал существовать или был сотворен, но стал видимым. Таким образом утверждается существование Христа до этого. Иисус Христос был всегда. Момент рождения – это не момент появления Христа. Он был всегда. И Библия много говорит о том, что Христос и творил мир, и Христос был в Отце. Я прочитаю только несколько мест. Иоанна 8.58 Иисус сказал им «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Иоанна 17.5 «И ныне прослав меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Иисус Христос был всегда. Бог взял тело в Иисусе Христе. Истина, о которой я хочу вам сегодня напомнить, что в Иисусе Христе невидимый Бог сделался видимым для человеческих глаз, приняв тело. Иоанна 14.9 Иисус сказал ему «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Иисус Христос говорит, что кто видел Иисуса Христа, видел Отца, что Иисус Христос и Отец – это одно. В Колоссянам 1 глава 15 стих написано об Иисусе Христе так «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». «Рожденный» – это значит «был прежде всякого творения». Иисус Христос – образ Бога невидимого. Бог явил Себя в Иисусе Христе. Иоанна 1.18 «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил чудо Рождества в том, что Бог взял человеческое тело и не только на короткий срок на земле, но навсегда». Представьте, братья и сестры, Бог берет тело человека, прожил короткий срок на земле и потом вознесся в прославленном теле, и теперь всю вечность всегда находится в прославленном теле. Когда мы придем в вечность, нас будет встречать Христос, нас будет встречать Бог в теле Иисуса Христа прославленном, которого мы будем видеть, которого мы будем осязать. Вы помните, когда Христос до вознесения Его тело уже было изменено, Он мог становиться невидимым, Он мог перемещаться в пространстве, Он мог принимать пищу. Это новое тело, и это тело, в котором Он вознесся, теперь навечно. Еще одна истина – это Бог сотворил человека по образу Своему, а затем в Иисусе Христе взял образ человека. Филиппийцам 2.6 «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Бог сотворил человека. Но в Его плане было то, чтобы явить Себя людям, для того, чтобы спасти их, для того, чтобы подарить им жизнь вечную, для того, чтобы вечность провести вместе. Он воплотил Себя через маленькое дитя и затем, став нашим Спасителем, умер на кресте. Братья и сестры, в этом радость и счастье Рождества, что мы знаем самого Бога, что в Иисусе Христе Бог явил нам Себя, и за это Ему слава и хвала и поклонение. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok